Вести Карачаева, Черкесия В Ставрополе составилась стратегическая сессия по вопросу развития среднего профессионального образования в Северокавказском федеральном округе до 2030 года с участием представителей Минэкономразвития России, Акционерного общества Кавказа РФ. Автономная некоммерческая организация, агентство стратегических инициатив и представители органов исполнительной власти субъектов страны, входящих в состав СКФО. Карачаева, Черкесию представили заместитель министра образования и науки Республики Заира Карасова, а также начальник отдела среднего профессионального и высшего образования науки и связи с общественностью Али Миримкулов и директор индустриально-технического колледжа Ахмат Байрамуков. В рамках сессии провели анализ проблем, которые не позволяют полноценно реализовываться системе среднего профессионального образования в Северокавказском федеральном округе. Сотрудники Министерства промышленности, энергетики и транспорта Карачаев-Чикесии в режиме видеоконференц-связи приняли участие в совещании с представителями российских и белорусских регионов и предприятий. Обсуждались вопросы определения потребностей компании, субъектов России и Беларуси в продукции двух стран, а также проблемы, возникающие при взаимодействии деловых кругов обеих государств. Заместитель Министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева в своем выступлении затронула вопрос повышения отпускной цены белорусской пряжи и предложила рассмотреть возможность ее снижения в рамках контракта с единым оператором от Карачаев-Чикесии или перейти на безвалютные операции. Она также предложила открыть на территории нашего региона представительство белорусских производителей пряжи и химволокна. Подобные меры способствовали бы взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Карачаева-Чикесии и Беларуси. Для Карачаева-Чикесии будет разработана аналитическая платформа. Оригинальное правительство совместно со Сбербанком разрабатывает аналитическую платформу оперативного мониторинга и анализа финансово- и социально-экономического развития Республики и муниципальных образований для поддержки и принятия управленческих решений. На совещании в формате видеоконференц-связи состоялась презентация автоматизированной системы «Навигатор», на базе которой будет и создана платформа. В ней, в частности, будет аккумулироваться оперативная информация, которая позволит быстрее реагировать на различные чрезвычайные ситуации, а также отслеживать и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе. В Швеции при попустительстве полиции исламофобы сожгли Коран. Провокации прокатились и по другим странам Европы. Произошедшее вызвало негодование со стороны мусульман всего мира и даже среди представителей других конфессий. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердив записал обращение, в котором выступил, с жесткой критикой в адрес провокаторов и тех политических деятелей, чья позиция привела к таким крайне негативным последствиям. Эти случаи были уже, и об этом по всему миру говорили, возмущались. У нас в России приняли закон оскорбления чувств верующих, и поэтому у нас это как-то невозможно сделать так, чтобы люди безответственно, безнаказанно уходили от этого. Мне кажется, надо этот такой же закон сделать во всех странах, чтобы чувство верующих, оно сохраняло с законом. Это такое чувство, где человек, не контролируя себя, может совершить преступление. Если он увидит человека, который оскорбляет его чувства, чувства верующего человека, он может не контролировать себя и сделать все, что возможно. Поэтому от этого надо как-то уйти этих людей, я их полноценными людьми не считаю. Они хотят как-то показать себя, но они же не верят в Бога. Верующий человек никогда это не сделает. Он знает прекрасно, что он будет наказан, все вышли за то, что он делает. В Карачаевске полным ходом продолжается реконструкция стадиона «Саулук». В настоящее время на объекте демонтирована восточная трибуна и обустроено под ней пространство. Далее будут реконструированы все трибуны, лестничные исходы и само футбольное поле площадью почти 4000 квадратных метров с беговыми дорожками, для основания которого уже завершены земляные работы. Кроме того, предусмотрено новое прорезиненное покрытие, а обходная зона поля будет выложена тротуарной брусчаткой. На территории стадиона будет установлено освещение. Для жителей и гостей города планируется организовать досуг. Площадки для воркаута и уличные тренажеры для людей преклонного возраста. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. Со следующего года квитанции ЖКХ можно будет получить на портале госуслуги. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Ересько. Сейчас граждане также могут получать их в электронной форме, но только в системе ГИС ЖКХ. Изменить способ доставки можно с согласия потребителя. Получить платежный документ также можно на электронную почту и через мобильные приложения поставщиков этих услуг. Жители Карачаева-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу ZagorodSreda.ru и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Зульфиры Батчаевой. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию. Это либо аллея подаватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн-проект улицы Мира. По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице. И также аллея по улице Бардина. Строительство обновленной детской школы искусств идет в Черкесске с опережением графика, поэтому ее двери распахнутся перед юными музыкантами уже в этом году. В обновленном здании, в частности, появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места и сценой. Рассказывает начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равиль Тикеев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством. И при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался в современном стиле. Бывший начальник главного управления Карачао-Черкеси по тарифам и ценам подозревается в превышении должностных полномочий. Подробности у начальника пресс-службы главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу полковника внутренней службы Людмилы Бойниковой. Сотрудниками третьей оперативно-розыскной части главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что бывший начальник главного управления Карачао-Черкесской республики по тарифам и ценам в период с 2012 по 2018 год превысил свои должностные полномочия и подписал ряд постановлений об установлении завышенных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности по региональным сетям республики. Указанные действия привели к необоснованному увеличению валовой выручки акционерного общества распределительная сетевая компания и завышению тарифов для населения Карачао-Черкесской республики на услуги по передаче электроэнергии. В результате потребителям был нанесен ущерб на сумму более 634 миллионов рублей. Средственной частью Следственного управления МВД по Карачао-Черкесской республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации превышения должностных полномочий. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. За распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, их дискредитации и призывы к введению санкций может грозить уголовная ответственность. Изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях страны. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Евгения Перфильева. Распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины и Донбасса создает угрозу безопасности России, а также нарушает права и свободы граждан. Кроме того, призывы россиян, напрямую противоречащие интересам государства, также способны нанести реальный ущерб стране. Законодатель установил уголовную ответственность за подобные деяния. В начале марта в Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен тремя составами преступлений, предусмотренных статьями 207.3, 280.3 и 284.2. Согласно закону, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 207.3 о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет в случае наступления тяжких последствий. Также в соответствии со статьей 280.3.3, это публичные действия направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Максимальное наказание по ней – это лишение свободы до 5 лет. Сразу несколько жителей республики стали жертвами мошенников. 26-летняя жительница Черкеска рассказала, что разместила объявление в сети интернет о продаже принадлежащих ей золотых изделий. Ей позвонил неизвестный и сообщил о своем намерении купить их. Звонивший предложил для надежности заключаемой сделки пройти по ссылке в сети интернет и осуществить залог денег равной сумме его покупок. Далее мошенник убедил потерпевшую, что после внесения залога приедет курьер, которому необходимо будет передать золотые украшения, после чего ей поступит оплата, а также вернется залоговая сумма. Доверившись, потерпевшая осуществила транзакцию по указанной ссылке в размере 37 тысяч рублей со своей банковской карты. По такой же схеме мошенники обманули и 46-летнего жителя республиканского центра. С его слов, неизвестный через сайт объявлений под предлогом продажи мобильного телефона завладел 62 тысячами рублей. Доверился также аферистам 44-летний житель Карачавска. Неизвестный ему звонил с различных номеров под предлогом отмены всякого рода операции по попытке снятия денежных средств. В результате завладел 28 тысячами рублей. Как мы же сообщали, с 1 сентября текущего года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии расскажет исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-Черкесе Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется дачная амнистия 2.0. Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Команда школьников Карачао-Черкеси борется за звание лучшей на просветительских играх, которые проводятся Российским обществом знания при поддержке Министерства просвещения страны. Целевая аудитория мероприятия учащиеся 9-11 классов. Игры являются одними из наиболее масштабных просветительских проектов 2022 года, в котором уже приняли участие более 100 тысяч человек. Региональный этап игр прошел в апреле этого года. В заочном формате в нем приняло участие более 300 учащихся республики. По результатам регионального этапа были определены наиболее эрудированные, талантливые и готовые к реализации социально ориентированных проектов представители молодежи. В состав команды вошли 6 человек, набравшие наибольшее количество баллов. Финал игр проходит в эти дни в очном формате в павильоне «Россия. Моя история» на территории ВДНХ Москвы. В финале лучшие команды будут награждены ценными призами и подарками. Все финалисты игр станут активными участниками марафона, прослушают лекции руководителей федеральных органов исполнительной власти, выдающихся ученых, представителей системообразующих российских и международных компаний, примут участие в дискуссиях и различных активностях. В ауле Хабес прошла выставка-выводка «Лошадей кабарзинской породы Шагди-2022». Ежегодно она проходит в трех республиках – Карачаево-Черкесии, Капаретнобалкарии и Адыгеи. Из 21 участников выставки представители Рязанского научного института коневодства выбрали трех лучших жеребцов, которые примут участие в международной выставке в Санкт-Петербурге «Ипосфера-2022». Архысская сосна, которая уже без малого два века, снова борется за звание «Российское дерево года». Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таулу в окрестностях села Архыс. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа, рассказывает заместитель министра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Медина Баташева. Архысская сосна снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» по ссылке роздерево.ру в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таулу в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева-Черкесской республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе «Российского дерева» 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева открылась фотовыставка выпускницы этого же вуза Саиды Евтых, увлекательное путешествие, посвященное 55-летию Института культуры и искусств и 60-летию автора. Саида Евтых – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Института искусств Адыгейского госуниверситета, член творческого союзохудожника в России и Международной федерации художников. Ее работы с успехом экспонировались в престижных выставочных залах, галереях и музеях Сербии, Болгарии, Македонии, Китая, Боснии и Герцеговины, Великобритании и Испании. По словам самой Саиды, эта выставка стала особенной, поскольку с университетом и Карачаевском у нее связано множество воспоминаний. Здесь живут ее друзья. Ее работы создавались в различных уголках мира. На них запечатлены люди, здания, природа, животные предметы, то есть моменты жизни, через которые фотохудожница передала целые истории. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах места и плюс 11,16 и выше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске слабый дождь. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова